В Костанае запустили мини-предприятия по выпуску безопасных пакетов для продуктов питания. Их делают из специальной плотной бумаги. Местный изобретатель сам собрал станок, который почти полностью автоматизирован. Сейчас бизнесмены, это отец и дочь, налаживают рынок с бытом. Продавать они планируют не только крафт-пакеты, но и оборудование для их производства. Один миниатюрный станок, рулон бумаги и клей. Это всё, что необходимо для производства современных крафтовых пакетов. Александр Бурлаков – инженер-изобретатель. На его счету десятки конструкций. Последние годы он мастерил деревообрабатывающие аппараты. Месяц назад вместе с дочерью решили открыть новое дело. Появилась информация, что в Казахстане будут вводить экологические требования по запрету полиэтилена, замену его на экологически чистые материалы. А так как у меня был заказ на изготовление подобного станка, я его не выполнил до конца. Слишком сложный был. Потом дочь сказала, что давай сделаем под нормальный пакет. Но мы изготовили, но долго делали. Больше года Александр Геннадьевич трудился только над конструкторской разработкой станка. Всё остальное сделали быстро. Нашли поставщика качественной бумаги, пищевого клея, тоже экологически чистого и безопасного. Сегодня в день они спокойно могут делать до 3000 пакетов. Если надо, производственная лента будет крутиться быстрее. Красные пакеты создают из специальной плотной бумаги. Для производства используют только натуральные материалы, что и отличает их от обычных полиэтиленовых пакетов. А самое главное, они подлежат вторичной переработке. В Кустанае такого производства нет. Купить крафтовые пакеты можно в основном в столице и соседней России. Кстати, именно оттуда везут безопасные упаковки бизнесмены. Сейчас в планах установить прибор для нанесения рисунка. Тогда спрос будет выше. Плюс в том, что у нас плотность 50 грамм. И он у нас выдерживает яблок 2 килограмма, сахара 2 килограмма. Дно очень у нас крепкое. Потому что насчет дна мы пока клеим вручную. Продольный шов клеит в станок. Пакет в принципе самый оптимальный вариант. У нас пока один размер на данном этапе. Размеры будут еще меняться. За месяц самодельный станок выпустил уже более 100 тысяч пакетов. Продать удалось только полторы. Но заработать это пока не главная цель. Важно приучить людей использовать безопасные упаковки. И таким образом хоть немного позаботиться об окружающей среде. Любовь Облачкина, Алексей Басарнов, Жебек Жола.